Привет, стратегические жёжики! Вы видите, слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет. И пришло время ежемесячного отчёта о состоянии дел на канале. Полгода войны прошло. Все эти полгода я прямо говорил о своей позиции, что я поддерживаю украинцев, что я против агрессии России. И, по-моему, это важно делать. И вот за полгода я лишился 5,5 тысяч подписчиков. По-моему, немного. Я, честно говоря, думал, больше будет. То есть вначале... Ну, это с 24 февраля конкретно. Вы видите сейчас статистику. Тогда у меня было почти 159 тысяч. Сейчас 153 тысячи. Минус 5,5 тысяч рашистов. Скатертью им и дорога. Потому что никакие просмотры, никакие деньги не стоят того, чтобы поддерживать убийство людей, денатификацию, демилитаризацию и прочая хрень, которой забита их голова. Я не собираюсь для них ничего делать. Кто-то, возможно, скажет, что... Ну, к этому мы еще перейдем, что игровой канал вне политики. Как всегда, вот это... Я как раз жалею, что я был все это время вне политики. И мало вам говорил. Может быть, кому-то смог бы, надеюсь, что-то поменять в его восприятии. Но в данном случае, возможно, я представляю и абсолютно, например, как некоторые зрители говорят, что я вот отписался от каких-то игровых каналов, потому что они вообще ничего не говорили. Я вполне представляю, как это может быть. Потому что игры – это в первую очередь эскапизм. То есть убегание от реальности во многом. И, в принципе, нормально, что игровые каналы какие-то об этом не говорят. Я же... Ну, я вообще в некоторой минимальной степени, то есть слава Украине, говорю, напоминаю о том, что происходит. Не для того, чтобы что-то изменить. Понятно, что уже в этой войне от нас мало что зависит. Все решается на поле боя. А чтобы поддерживать в своих видео людей, которые находятся сейчас под обстрелами, на фронте, потому что я знаю, что меня даже военные смотрят, украинские, российские, я не знаю, вообще насрать. И чтобы они чувствовали, что я, например, хочу и делаю эти видео именно для них, чтобы их поддержать. Поэтому, когда мне пишут в комментарии «Лёша, зачем ты про войну на игровом канале пишешь?» Я отвечаю именно для того, чтобы поддержать людей, которые сейчас в зоне боевых действий. Они как раз хотят это слышать. Понимаете? Вы сидите в своих уютных квартирках на диванчике, вас ничего не касается, и вы не хотите об этом слышать. Вы хотите убежать от происходящего. Они же, наоборот, хотят услышать слова поддержки. И поэтому мне сделать им хорошо, намного важнее, чем вам. Поэтому я буду продолжать, пока идёт эта война, говорить славу Украине, поддерживать украинцев. И от вас, кстати, прошу того же. Я думаю, очень много россиян, которые против этой войны. И вам достаточно в комментариях к моим видео писать слова поддержки украинцам тоже. Как бы вам не казалось, что там нацисты и русофобы, на самом деле это чушь полная. Ну и, как я говорю, каждый месяц доходы моего канала упали примерно на 60% от просмотров, от спонсорских подписок. И вот это видео я делаю для того, чтобы просить моих зрителей, у которых есть такая возможность дополнительная финансовая, перевести мне какую-то сумму денег, абсолютно неважно какую. Либо стать спонсором канала, если вы ещё нет. Напоминаю, что не во всех странах это возможно. Или перейти на более высокий уровень спонсорства, которые вот доступны на ютубе. В общем, как вам удобнее. Потому что логика тут простая. Меньше денежков зарабатываю, меньше делаю видео, больше трачу время на какие-то другие дела. Сейчас отчитываюсь и благодарю тех, кто вот за последний месяц что-то присылал. Кстати, это действительно очень сильно мотивирует продолжать, потому что вот где-то в конце февраля, в начале марта я вообще хотел просто ну не закрыть канал, просто ничего не делать. Не в том плане, что закрыть прям всё. Канал закрывается, все видео удаляется. Ну просто это казалось настолько, вся вот эта деятельность с пошаговыми стратегиями оказалась настолько неважной в то время, как в мире вот такое происходит. Но я понял, что очень многим моим зрителям эти там ФФА-сериалы, рейтинги цивилизации, обзоры по играм и так далее, и так далее, это связь с нормальной жизнью. То есть, если я это перестану делать, уйдёт ещё одна ниточка, которая связывает, и люди ещё больше ожесточатся. И вот этот пример, что мне там присылают деньги отдельно, ещё что-то делают, конечно, вдохновляет. И я вижу, что людям это очень важно. Это не просто, что посмотреть видюшку на Ютьюбе, это как часть жизни. Итак, 14 июля, когда было предыдущее видео, пришли следующие денежки и сообщения. Илья Азовцев прислал приятную сумму и написал «Спасибо за твой контент, привет из Харькова». Дмитрий Шильников, тоже примерно столько же, к сожалению, без сообщения. Присылайте сообщения тоже. Александр Медведев очень приятную сумму прислал, написал на видновление стримов. Ну, стримы периодически проходят. Константин Теплынский, тоже Теплынский, по-моему, правильно прочитал, тоже довольно много прислал, написал «Благодаря таким, как ты, Украина, Беларусь и, может быть, когда-нибудь и Россия станут свободными. Твои стримы помогают не только отвлекаться, но и самое главное, мотивируют творить, развиваться и не опускать руки. Слава Украине, живи Беларусь». Ну, я добавлю, что всё-таки я больше говорящая голова и просто поддерживаю. Конечно же, Украина, Беларусь и, может быть, Россия станут свободными на данном случае только благодаря ЗСУ. Так что, в первую очередь, я ещё напомню, в первую очередь, пошлите что-нибудь в поддержку ЗСУ, а потом уже мне. Дальше. Кузи Карапузи уже не первый раз присылает что-то на PayPal и написал на рейтинг цивилизации. Максим Голодюк, несколько небольших... Ну, в общем, довольно приятная сумма. Несколько раз просто прислал, к сожалению, без сообщений. Дмитро Мандыбура с комментарием «До помога каналу» очень большую сумму прислал. Большое спасибо. Дальше. Антон Иванченко тоже очень приятную сумму прислал. Спасибо большое. Артём Космына. Опять, если я не зачитываю какое-то сообщение, значит, просто люди без сообщения прислали. Тоже приятную сумму прислал. Спасибо. Максим Войченко прислал с сообщением за лучшую песню и на новый выпуск. Я так понимаю, это к Лёше Банит. Где я был все 8 лет? Лёша Банил. Константин Романюк прислал приятную сумму. Писал, Алексей, восхищаюсь тем, что ты делаешь. Продолжай дальше, а мы будем поддерживать тебя. материально. Буду продолжать дальше, несомненно. Очень приятная поддержка. Так, Александр Медведев и Артём Космына опять ещё по... прислали немножечко денег без комментариев. Также Максим Войченко прислал без комментариев. Опять Антон Иванченко прислал. И пока всё. Из тех, кто не написали, что они хотят быть анонимными. Ещё несколько было донатов через PayPal, где просили не называть, кто это. Так что вот лучшая форма поддержки это именно через PayPal. Прислать ссылка в прикреплённом комментарии и в описании есть, потому что таким образом я как можно меньше комиссии получается плачу. Потому что все остальные способы, тот же спонсорство, например, на YouTube, какую-то часть себе YouTube заберёт в любом случае, и всё равно это ко мне пройдёт через PayPal. И опять же комиссия за пересылку какая-то... А там ещё партнёрская программа заберёт. Короче, там все будут наживаться на несчастном делотеле видео. На мне. Мне тут на Феррари не хватает. Они вот забирают постоянно. Также есть криптокошельки, но в этом месяце на них ничего не посылали. Крипта, видимо, падает. Все от неё избавляются. Но ссылка на биткоин-кошелёк и на эсэриум, по-моему, правильно, тоже в описании в прикреплённом комментарии. Также можно послать через donationalerts или streamlabs.com Но опять же повторю, что лучше через PayPal, потому что эти, все эти вот donationalerts и streamlabs всё равно мне через PayPal это посылают, а соответственно себе заберут какую-то комиссию. Но я не знаю, может быть, кому-то именно так удобнее, чтобы просто через streamlabs и donationalerts оно типа в стриме появится ваше сообщение. Я не собираюсь заводить никакие российские сервисы типа Boosty и прочего-прочего, просто чтобы деньги там не аккумулировались и налоги. Я понимаю, что это мелочь, абсолютная мелочь, но я даже мелочь не хочу, чтобы какая-то шла в налоги в Российской Федерации. Если есть ещё какие-то формы передачи финансов, которые я упустил, то тоже напишите, пожалуйста, в комментариях, может вам что-то другое удобно. Но для тех, кто находится в России, я думаю, мне никак невозможно передать, в принципе, так что если вы находитесь в России, наверное, и нету смысла. Это скорее обращение к тем, кто находится за рубежом и хочет поддерживать канал, даже не к тем, кто в Украине, а именно кто за рубежом, потому что мы в самой лучшей ситуации находимся всё-таки, успели раньше времени свалить с тонущего корабля, и чтобы как-то вот всё это поддерживать на плаву, можем как-то вот друг дружке помогать. По поводу, например, перехода на какой-то другой язык. Я не буду прекращать делать на русском языке видео, потому что я считаю, что это всё ещё язык международного общения. Возможно, следующее поколение, нет, даже не следующее, я думаю, через поколение это уйдёт, как минимум для Украины, но на данный момент русский язык всё ещё язык международного общения. И если я буду делать, например, видео на белорусском, то я отсеку просто вот пласт людей большой, которые реально не будут понимать. Я считаю, что лучший вариант это когда вы переходите на тот язык, который понимает большее количество людей. Поэтому, возможно, я перейду на английский, но это будет точно не на этом канале, это будет другой канал, и там я буду делать видео на английский. Я просто буду переводить те, которые уже сделаны на русском, буду переводить на английский. Поэтому отказываться от русского языка, потому что фашисты его оккупировали и сделали своей формой распространения расшизма я не буду. Но я целиком и полностью поддерживаю отказ от русского языка в Украине и в Беларуси, потому что, к сожалению, в этих странах если ты говоришь на русском, значит ты русский, значит тебя надо освободить. они используют язык как форму определения национальности. Ну, хрен с ними. Я просто объясняю, почему я буду продолжать делать на русском. Еще были претензии, почему я свои политические видео не выкладываю вот на этом игровом канале, где 150 тысяч подписчиков, а на другом отдельном канале, где у меня типа 9 тысяч подписчиков. Объясняю, дело в том, что это вообще ни на что не влияет. Я вам даже рекомендую, если вы, например, делаете какие-то каналы, то фокусировать их на какой-то одной теме. То есть лучше, например, вот сейчас я делаю это видео, тут идет на фоне шестая цива, да, то есть это видео YouTube покажет большему количеству людей, чем если бы я сделал, например, даже не важно это не политическое видео, давайте возьмем, не знаю, обзор книг, обзор книги какой-то и выложил на этом канале. Так вот, это видео даже подписчикам канала, у которых там колокольчик стоит, не всем было бы показано, и оно набрало бы в разы меньше просмотров, чем любое видео по стратегии. Не потому, чтобы люди не стали его смотреть, кликать на него, а потому, что именно, что YouTube бы его не распространял так, как видео, посвященное основной тематике канала. Поэтому я рекомендую, например, если вы какой-то начинающий видеоблогер, то вот так вот стегрегировать свои видео, свои идеи. Лучше, лучше, например, сделать политическое видео на своем политическом канале и дать в сообществе на него ссылку. Тогда больше его посмотрите, чем если бы вы это видео на этом канале выкладывали. И то же самое касается, на самом деле, игр. То есть, вот у меня пошаговые стратегии. Если я буду делать, если я сделаю видео, каким бы оно хорошим не было, про какую-нибудь экшн-игру, то ее просто меньшему количеству YouTube покажет, и вы его посмотрите меньше. Потому, как я это понимаю, у меня есть статистика по кликам на рекомендованное видео. Вот на YouTube вам идет, вот посмотрите эти видео. И какой-то процент людей кликает на эти видео. Так вот, на видео по другой тематике, не относящиеся к каналу, процент такой же кликает, такой же процент. Но просмотров они набирают меньше, потому что просто YouTube их меньшему количеству рекомендует. Поэтому, если вы хотите слышать мое мнение о происходящем в мире, вот эти политические штуки, то подписывайтесь на мой просто личный канал, он называется Алексей Халецкий, так это называется. Ссылка в описании. Там уже много видео выходит, Леша банит, мнение дилетанта там продолжают выходить. Если вы случайно пропустили, то подписывайтесь, вечерний Халецкий там периодически в прямом эфире, мы общаемся с людьми, где не я, говорю о людях со всего мира, вот приходят ко мне в эфир и свое мнение о том, что происходит высказывание. Да, вот эту партию, которую вы видите сейчас на экране, на фоне, я выложу послезавтра только для спонсоров канала, и я забыл еще поблагодарить собственно тех, кто перешел на более высокий уровень спонсорства. это Максим Галота, Андрей Вилент, Грейт Годжа, Александр Медведев, Клауд Варф ГМБХ, Юрий Сорокин, Макс, просто Макс, Антон Шакало и Юрий, просто Юрий, видимо. Спасибо вам за более высокий уровень, на спонсорстве очень много людей просто, это те, которые вот высокий уровень, там меценаты, щедрые меценаты, которые в месяц больше плачут тем остальные, других я не перечисляю просто потому, что там довольно много людей, спасибо за поддержку, тем не менее, их на 60% меньше, чем было до начала военной спецоперации. Да ладно, как я и говорю, я это решение YouTube полностью поддерживаю, потому что отключение рекламы и спонсорства для России означает, что Google налог с этой прибыли не платит в российский бюджет, и эти деньги не пойдут на создание новых ракет, которые полетят в Харьков, Ивано-Франковск, Николаев и Одессу и другие города Украины, не пойдут на зарплаты контрактникам, которые не могут найти себе работу в России, поэтому идут убивать людей в Украине. В общем, уменьшение моих доходов не идет ни в какое сравнение с тем, на что они могли пойти эти налоги. В общем, на этом все. Еще раз напоминаю, формы финансовой помощи мне есть в прикрепленном комментарии и в описании к этому видео. Спасибо, что помогаете, спасибо, что смотрите, лайкаете, пишите комментарии. Комментарии еще раз вас прошу, поддерживайте тоже украинцев в комментариях. Не только я в видео, но и вы тоже можете людям сделать приятное. На этом все. Играйте в умные игры, слава Украине, живее Беларусь и дай бог, чтобы Россия стала свободной. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok